В воскрешении Иисуса Христа – центральное библейское событие. Этот праздник называется Пасха и призывает православных верующих соблюдать строгий пост. Сам Спаситель перед своим служением держал пост 40 дней. В этом году 47-дневный Великий пост начался 15 марта. Прихожане Храма Всех Святых в Самаре испытания плоти и духа встретили с радостью. Вначале было очень тяжело. Я вообще первый пост, когда начала, я вообще первые недели, так как там пища без масла и без держания. И вот я пыталась так. Конечно, было очень тяжело, мне даже было плохо, и голова кружилась, и все. Ну а потом организм уже привыкает и просит. Мы даже ждем, когда будет Великий пост, потому что он очень строгий и спасительный для души и для тела. Сергея Копитова родители крестили в детстве, но православным по-настоящему он стал, переступив возраст Христа. С недавних пор мужчина не пропускает ни одного поста. Строгий в этом списке имеет особое значение. Сергей регулярно ходит в храм на службу, исповедуется, причащается, утром и вечером молится в доме. Так он готовится к Пасхе духовно. Кроме этого, делает добрые дела и помогает нуждающимся. Великий пост, готовность к Пасхе, к воскресенью Христову. Для нас это очень святые дни. Пока настроен, жесткий пост держать, конечно. А там видно будет как. Если в первый день строгого поста пьют только воду, то сегодня, а также в среду и в четверг в рацион можно добавить овощи и фрукты. В пятницу все, кто постится, переходят на каши и мед. Последняя неделя поста страстная. Именно она является наибольшим испытанием для верующих. 30 апреля, Великую Пятницу, они будут голодать до вечера. Продолжится духовный и телесный подвиг и в страстную субботу. Святой Великий пост признан к тому, чтобы действительно в эти дни освободить дух от всевозможных земных пристрастий, дать ему возможность взлететь Господу Богу. Монахини Иверского монастыря Великий пост принимают как данность, ведь для них посвятить себя Богу и есть их повседневная жизнь. Это очень и очень такое время напряженное. Именно борьбы, анализа своей жизни – это как бы благоприятное время для вот этой борьбы со всем плохим, что в нас есть. Хотя мы должны вообще всю свою жизнь бороться. Конечно, тогда Пасха для него будет величайшим праздником, потому что он как бы весь отдался в пост, и потом он встречает радостно. Но если человек, например, живет и ни о чем не думает, и ест, и пьет, как и всегда, и гуляет, то какая ему Пасха? Великий пост не каждому светскому человеку под силу, поэтому, чтобы не навредить здоровью, нужно получить благословение священнослужителей и проконсультироваться у врача. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин, Максим Гусев, События.